вот вот так вот уже лучше да сейчас мы связь наладим ряд интересных тем так вы меня видите вы у нас в ночи так будет намного более загадочно так нормально да так отлично значит ребята объясняю всем мы работаем в прямом эфире поэтому когда есть технические какие-то моменты вы уж извините но на то и прямой эфир и так еще раз гарри табах капитан первого ранга соединенных штатов америки присоединился к нашему эфиру гарри с вами будем обсуждать сегодня ряд тем которые в основном то связаны с украиной соединенными штатами и начать я хочу с интервью fox news интервью fox news дал президент украины владимир александрович зеленский очень интересно знаете вот перед тем как уже обсуждать заголовки которые появились скажите пожалуйста является ли это интервью таким своеобразным а лаверды на интервью путина для такера карлсона но я не слышал это интервью по fox news я сейчас она еще не вышла есть только статья небольшая с анонсом не думаю потому что так как карлсон это одно fox news это совершенно другое но все равно это хорошо что ваш президент дает интервью и очень хорошо что он это делает после путина я так считаю потому что у него последнее слово и путину и надеюсь fox news не даст возможность опровергнуть все что скажет ваш президент надеюсь что вы тоже так будете поступать в отношении меня в будущем потому что в прошлый раз так получилось не очень хорошо что я выступил а после меня было два сразу выступления тех людей которые опровергли все что сказал причем сказали неправду а у меня уже не было чтобы я мог как-то защитить свою позицию сказать что то что они говорят это абсолютно неправда по особенно по отношению генералу патриусу там есть уже определенные как бы нюансы которые просочились из этого интервью например о том что президент сказал что не существует никакого плана b на данный момент то есть существует единственный план это освобождать территории украины то есть мы уже детальнее сможем это проговорить непосредственно когда интервью появится однако на данный момент она выглядит достаточно резонансным этот заголовок от fox news смотрите что меня интересует республиканское средство массовой информации то есть fox news это попытка найти определенный диалог непосредственно с республиканцами или это просто средство массовой информации не стоит к этому так относиться нет опять же вот я все время пытаюсь это донести до вас что не надо занимать одну сторону у нас двух партийная система до fox news это наверное больше республиканский такой рупор а как сенен это демократический рупор но у вас в основном все время только цитируется сенен и все время только вот заняться занимается позиция демократическая в том числе и на вашем канале потому что у вас практически кроме меня пару раз никто так не 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 может сказать другую сторону монеты хотя у нас соединенных штатах очень много русскоязычных блогеров людей известных которых у вас на канал но господин пинхус он тоже республиканец до господин пинхус республиканец но господин пинхус не про трамп потому что трамп тоже не республиканец если так по большому счету убрать президент там поэтому у вас то есть популярность какая-то на некоторых каналах если они анти трамповцы а если как кто-то хочет показать трамповскую позицию то у вас на каналах нет хотя тоже не очень понятно потому что трамп имеет шансы стать президентом и что будет если он будет президентом как мы дальше будем действовать поэтому да это хорошо я считаю что что ваш президент сможет иметь диалог не только односторонний а двух партийный двух партийный и показывайте разные позиции в соединенных штатах америки у нас президенты приходят и уходят а вот конгресс то есть голос народа у нас остается все время один и тот же то есть американский народ все время общается с миром и управляет страной через конгресс соединенных штатов америки президенты у нас нет цари они довольно таки может быть такие полуцари это на очень короткий период времени я со своей стороны могу заверить что у нашего канала мы как минимум уж точно в моих эфирах не существует какой-то привилегии у республиканцев либо демократов то есть я рад и всегда готов слушать обе точки зрения я только говорю факт то что со мной произошло в прошлый раз у вас в эфире очень много людей хотя бы моих служки были этим недовольны это такой старый трюк окей не вопрос мы постараемся пересмотреть если где-то есть перекос по балансу обязательно его восстановим то есть злого умысла здесь точно нет это я вас уверяю смотрите хотел бы проговорить с вами еще один интересный момент то есть к интервью мы вернемся тогда когда она выйдет там уже можно будет детально разобрать меня интересует ваше мнение о некой такой словесной перепалки даже не перепалки обмене резких фраз со стороны путина и байдена конкретно о чем я говорю мы помним все что не так давно путин сделал заявление что байден удобный и прогнозируемый для него политики был бы выгоден для российской федерации если бы байден победил в свою очередь байден вот буквально практически недавно заявил о том что ну так путин сукин сын вот байден вообще ну по его заявлениям любит называть сукиным сыном всех то трампа то путина то еще кого-то ну видно любимое у него выражение ну что опять путин ответил говорит ну а что он еще мог сказать вполне реальная реакция что это за игра такая происходит вот как вы за этим наблюдаете как воспринимаете опять же я могу только констатировать факты напомню еще один раз это когда байден приехал будучи вице-президентом и сказал миллиард долларов не получите если не уволите генпрокурора шокина который так по совпадению вел расследование в болезни его сына коррупции в этом миллиард долларов и он сказал сукин сын все-таки сделал как я сказал уволил его тоже тогда была такая использована выражение сукин сын да видимо она у него любимое это выражение но опять же напомню что когда байдена спросили а путин убийца или нет он сказал да я помню как все в украине очень радовались вот он назвал его убийца хорошим парнем правда как назвал хорошим парнем и следующий на следующий день ввел наложил санкции на северный поток а вот байден назвал его убийцей и в этом же предложении в этом же предложении сказал но все равно мы можем и жевать жвачку и ходить одновременно то есть делать две вещи одновременно да он убийца но мы вошли с ним в договор вернулись договор по ракетам средней и ближней дальности то есть эти ракеты которые сегодня стреляют по вам но вот это как-то было опущено поэтому я не верю им я думаю что это очередная какая-то розовыш между ними когда они друг на друга гавкают а следующие последует что-то не в пользу украины вот радоваться то что они сейчас гавкаются рано то же самое три года тому назад байден сказал смотрите с навальным когда они стали навали чтобы с него волосок не упал иначе мы вам такое устроим что мало не покажется а теперь он говорит но это же было три года тому назад это я тогда говорила сейчас ситуация изменилась какие еще санкции мы можем вести против россии санкции из ада который тоже он обещал как и в своей предвыборной кампании он обещал что путин долго не удержится в своем кресле если байден станет президентом но как видите он в своем кресле не в холодильнике не где-то в другом месте не умер никакого переворота в кремле нету а ракеты и бомбежка летит на головы украинцев люди погибают здесь и все что было обещано случилось так что тоже что перевернут землю с небом дадут танки дадут самолеты дадут все но ничего пока этого в украине нет и не ожидается я думаю пока что-то не изменится гарри вы при этом я поэтому я бы не реагировал на эти вот отвлекающие маневры постоянные чтобы отвлечь украинцев или или рассказать им очередную басню смотрим на то что они делают от нашей власти пока что никаких таких явных дел нету гарри вы привели пример когда байден якобы говорит одно делает совершенно другое и сейчас также сказали о том что значит стоит ждать каких-то неприятных моментов для украины какого рода неприятные моменты чисто теоретически могут произойти это что например публично говорить о том что один там сукин сына другой еще хуже но потом что связи стол переговоров с ними либо вот какого рода неприятные моменты могут быть неприятные моменты бог могут быть совершенно разные моих может быть целый сценарий я вам это на одной программы не хватит чтобы рассказать про моменты но на сегодняшний день это понятно что секрета большого нет что они собрали довольно таки огромное количество своих войск на границах не на границе она черте на фронте и то что насколько я понимаю не получили довольно таки большое количество ракет от ирана которые вот иран до 40 лет санкций самых свирепых санкций и эмбарго не только санкции эмбарго а у них оказывается и баллистические ракеты которыми хуситы потопили британский флаг флагман и держат в заложниках весь мир с торговлей и теперь еще могут снабжать россию такими ракетами которые наверняка россия на я думаю начнет стрелять по украине и мы надеемся что запад за последние два года каким-то образом дал хоть какую-то пво украине что украина смогла хотя бы прикрыть свое небо сколько можно еще цивилизованному миру так называемую наблюдать убийство нации я даже себе не представляю не хотели давать наступательное оружие самолета ну хорошо но пво то можно было дать за все это время поэтому разные сценарии могут быть конечно на всех понимаете если на всех сейчас давление давление на израиль давление на на тайвань давление на украину что все эти уроды убийцы понимают что через год ситуация может сильно измениться в соединенных штатах америки и в мире и они пытаться будут за этот год нанести как можно больше ущерба тем с кем они против кого они воюют и вот украине надо выдержать этот этот год и вы знаете вот на фоне тех на общение сообщение которые вы говорите что украине не передают вооружение не передают ракеты не дают достаточное количество пво у нас есть вот другие новости где ракеты передают например это рейтер спишет что иран передал россии сотни баллистических ракет дальностью до 700 километров и с января 24 года поставил россии около 400 баллистических ракет класса земля дальность полета достаточно высокая это дальнобойные ракеты а также сбу нашла подтверждение что российская федерация применила по украине уже более 20 северокорейских ракет и так далее и вот очень интересно знаете получается ситуация когда украине давали помощь потом как только перестали давать мы видим сообщение о том что помощь эту дают с других сторон для российской федерации у которой явно не хватает своих ракет в это время запад это упор не видит но помощь свою со скрипом там ну дай бог вот тауруса сейчас приедут в украину для того чтобы было определенная лаверды это понятно это было понятно вот я не понимал почему у вас и в мидии везде не понимаю что как только вы начали наступать и как только вы начали гнать больше года тому назад в харьковском направлении ферсонском направлении вдруг вам сразу урезали даже ту минимальную помощь которая у вас была сразу или потому то есть не хотели ваши победы потом американский народ проголосовал супер большинством за land lease вас убеждали в вашей жизни ваши же гости убеждали что это не нужно что land lease не нужно что он пойдет 1 октября что он то что это запасной ход теперь land lease нет а где же land lease а его нет этот закон закончился хотя первоначально закон был сделан до конца войны land lease у вас должен был быть но чак шумер в сенате демократа урезал это до года до полтора года что вы можете его получать до до конца двадцать третьего года все закончилось и теперь мы конечно же тоже мы видели это когда пригожин наступал на на москву и уже шел господин блинкин вышел и объявил тоже у вас почему-то это не нигде не передавалось что что мы ему предупредили правительство украинское чтобы никаких наступательных действий противороссийских действий не происходило пока там не будет стабильность пока там все не успокоится то есть понятно было что они не даже задними мозгами они не думают о победе украины ну и то что конечно же никогда этого слова виктор и то есть победа или перемога мне больше нравится это слово никогда нашей администрации сказано не было никем из них то есть они никогда не планировали на разгром российской армии россии и победы украины и конечно никаких действий был не было принято на это но была очень хорошая пропаганда шла у вас везде и убедили что убедили всю украину что трамп это опасность что трамп это ужас что трамп это вред проведитель украины и я понимаю когда это случилось в шестнадцатом году когда всех убедили что трамп это какая-то опасность что он сумасшедший то и другое но после четырех лет его управления в мире уже можно было понять что он делает по его действиям но нет второй раз то же самое прошло и второй раз люди покупаются на это второй раз люди этому верят что республиканцы и трамп это опасность то есть отвлекают они все время от того чтобы нет нужна победа нужна перемога для украины для этого нужно оружие а другого выхода нет другого хода нет или чтобы украина сдалась отдала территории и признала свое поражение других вариантов нету я так что гарри поскольку вы заговорили о трампе о новостях и о угрозе смотрите очень интересно последнее время часто средства массовой информации пытаются процитировать дональда трампа с его момента в общении с избирателями то в одном то в другом месте и одна из новостей которая постоянно повторяется это то что трамп может выйти из нато то есть поставить ультиматум нато если страны не повысит свои ассигнования в сторону альянса значит соединенные штаты оттуда выйдут а дальше эта история набирает определенные обороты то есть европейцы якобы перепуганы по этому поводу потому что они сами себя защитить не могут трамп отказывается защищать случае чего европу есть на сегодняшний день какая-то четкое понимание трамп действительно хочет выйти из нато или не хочет выйти из нато просто хочет заставить европейцев платить больше денег он не хочет чтобы они платили больше денег он хочет чтобы они платили свою долю и это было выдернуто из контекста это было показано опять же у вас по всем каналам выдернуто из контекста что трамп сказал что он как будто это он будет делать в когда он если он будет президентом то он тогда скажет его спросил какой-то приз глава на одной из наций это была меркель а если мы не будем платить свою долю вы будете нас защищать и тогда он говорит я сказал вы не заплатили свою долю вы не заплатили что нет тогда мы защищать вас не будем и наоборот я еще скажу чтобы от путина мы вас защищать не будем наоборот я ему скажу делай мол с ними что хочешь и это то что было передано в ваших новостях ну и в других новостях левых в в европе но это не то что он сказал в южной каролине когда он выступал перед своими избирателями полностью он сказал мы все время раздаем всем деньги мы раздаем всем деньги и потом эти нации они вдруг отворачиваются от нас говорят няньки go home и с нашими врагами сговариваются поэтому если мы хотим дать украине много денег мы должны украине ну или не там он говорит о многих нас мы должны им дать деньги в долг и как бы дать им в долг деньги а и если они должны будут нам потом их выплатить но если некоторые нации не могут выплатить то конечно они не должны но они не должны уходить к врагам то есть если мы сейчас дадим деньги украине это он говорит а они потом нас пошлют к чертям собачьим и будут сговорятся с россией то смысла нам денег не давать то есть он говорит что он против того чтобы украина договаривалась с россией но этого власть не передают это далее он говорит вот когда я был президентом когда я был президентом и я выступал в нато я им сказал это неправильно что вы строите с ним северный поток будете зарабатывать миллиарды долларов а защищать от него должны мы вас это нечестно есть запись где-то он говорит в нато со сталкенбергом он говорит и к тогда одна из глав держав меня спросила вопрос он говорил о меркеле конечно а если вы мы не будем платить свою долю вы нас не будете защищать сказал если вы не будете платить то я вас от путина защищать не буду вы снимать северный поток строить на что он наложил и санкции а и наоборот скажу ему делайте с ними что хочешь и дальше то что не показывает здесь говорят что сталтенберг тогда подошел ко мне и поблагодарил меня потому что он сказал теперь они все начали платить свою долю в надо то есть он набрал он создал надо он надо вернуть поверьте я занимал две высокие должности в нато я понимаю чем он говорит нато в восьмом году уже практически не существовало и потом после нападения на грузию российского они все равно не платили и потом прислали с кнопкой перезагрузки и тогда ну можно уже нападать и на украину и вот тогда когда шел трап и сказал не будете платить мы возвращаем они стали платить то есть он сплотил нато он поставил нато обратно на рельсы и вот тогда они стали самолеты и танки у них там начали ездить и все остальное и поэтому сталтенберг меня поблагодарил что я создал нато теперь в европе они дальше далее что он сказал он сказал а когда был обама это тоже у вас здесь не показа это все в одном в одном обращении что он говорит так а потом это почему потому что когда обаме задали этот вопрос на станет вас все равно защищать будем и они сказали она все равно защищать будем зачем нам вам платить вы так и так и нас будете защищать мы лучше тогда с путиным будем северный поток делайте зарабатывать деньги а если что вы нас защитите ведь конечно так не работает это неправильно и тогда вот его сталтенберг за за это поблагодарил то есть в этом в этом обращении он сказал что он против того чтобы украина садилась за переговоры если мы дадим деньги украине она потом уйдет к россии что он против этого чтобы договаривался потом он сказал что нато должно платить и оно должно вооружаться против россии но здесь вырвали из контекста и показали что в будущем он скажет делайте с ними что хотите если они не будут платить и и это неправильно далее европа говорит нам надо создать свою оборону европейскую так не не рассчитывать на америку ну вот теперь подумайте если европа создаст свою коалицию помимо нато то она тогда разваливает нато тогда зачем нато допустим в эту коалицию войдет франция германия италия украина израиль южная корея и россия нападет на на израиль и защитить израиль войдет германия потому что они в коалиции на германия также в нато значит теперь америка должна войти в это в эту в эту чему войну но потому что на теперь натовская страна в этом затем нет но надо же германия вхождение подразумевает если на германию напали но а германия теперь должна договорилась воевать с за израиль и россия нападает на германию и таким образом америка теперь должна 22 нато существовать не будет может она поэтому когда европа предлагает создать другую коалицию и вы будете и в этой коалиции и в нато в коалиции и там не будете платить и здесь не будете платить вы развалите все поэтому когда кто-то предлагает еще что-то создать они разваливают это это не трамп хочет выйти из нато это они хотят выйти из нато а трамп как я вижу он создает нато я вы логику может я как-то нелогично это объясняю не ваша точка зрения она предельно понятна в этом плане это как иметь это как иметь две армии в украине вот одной армии будет командовать генерал сырский а другой армии будет командовать генерал заложный как вы думаете это возможно такое понятно у нас несколько минут гарри остается у меня к вам следующий вопрос опять-таки появляются новости о том что запад своей медлительностью своими этими проволочками бюрократии по оказанию помощи украине опять подталкивает украину сесть за какой-то стол переговоров причем в невыгодной для украины на сегодня позиции об этом частности пишет и издание политика и вот ваше мнение и вероятность того что россии соединенные штаты могут оказаться например за столом для того чтобы решать вопрос по украине может ли такое быть и может ли такое быть при байдене или уже при трампе если да опять если вы меня спрашиваете такие вещи может ли что-то быть все может быть завтра марсиане могут пролететь и и заставить нас всех садиться за стол переговорах с ним все может быть но я опять же это вижу из фактов что самого начала не только вы а еще сначала когда был аннексирован крым когда бы началась война на донбассе это было все принуждение чтобы с россией договаривались чтобы вы на условиях россии вели с ней переговоры и вот этим занимался запад потом пришла какая-то вот это вот исчаде ада трампа это остановилась но когда от него избавились началось все снова но там появился вот это второе исчаде ада борис джонсон и когда уже избавились от него тут уже началось сильное принуждение они принуждают вас сесть за стол переговоров самого начала и не только полномасштабного войны а самого начала войны а может быть даже еще из девяносто шестого года во время будапештского меморандума поэтому это ведется давно но я хочу вам сказать надо опять же смотреть на факт это только факт после регина пришел буш младший у нас был desert storm буря в пустыне после буша пришел клинтон и у нас была югославия после клинтона пришел буш младший у нас была и и рак война в раке и в афганистане после него пришел обама и у нас была война в украине и в грузии но буш младший еще началась при грузии при нем и и украина при обаме пришел трамп никакие войны не начались пришел байден то есть второй раз обама и у нас начались полномасштабные войны в израиле и в украине то есть если смотреть факты только при одном президенте было довольно таки тихо но с времен регина это вот ту жизнь которую я прошу и что я видел поэтому бояться что придет трамп я думаю глупо если он придет если мы еще дадут сейчас делами речь не о боязни а вероятности а вероятность то что если он не придет и останется байден то какая вероятность что что-то изменится для вас лучшую сторону гарри знаете хотим мы или не хотим у нас нет возможности не посмотреть как это будет в будущем поэтому будем с вами точно так же встречаться обсуждать уже какие-то определенные факты получать вашу точку зрения спасибо вам большое за то что присоединились сегодня к нашему чтобы увидеть будущее надо все-таки осознавать что было в прошлом чтобы увидеть будущее надо быть господином кличко как говорит народная мудрость он единственный у нас может смотреть завтрашний день спасибо вам большое гарри табах капитан первого ранга в мс соединенных штатов америки был с нами на прямой связи друзья был гостем нашего эфира вот а наши уважаемые аудитории я скажу так большое спасибо что вы смотрите спасибо за то что ставите лайк каждый день по будням 18.00 приходите на канал вышку работайте с нами вместе прямом эфире ваше мнение также учитывается и не забывайте подписываться на канал для тех кто смотрит без подписки работал василия пасов спасибо